Всем привет! Вы на канале Pixel Trade. Стиральные машины уже давно стали частью нашей жизни. Но вот сушильные машины не так распространены, а гибрид 2 в 1 это что-то интересное. Сегодня у нас на обзоре стиральная машина от компании Xiaomi с сушкой. Обсудим, что может, поговорим о похожих моделях, сравним с конкурентами на рынке. Умная стиральная машина с двумя барабанами. Верхний отсек служит для стирки вещей до 5 кг. Его удобно использовать для мелких вещей, вроде нижнего белья, вещей из деликатных тканей и детской одежды. Нижний отсек используется для стирки и сушки вещей до 10 кг. Для стирки одновременно можно использовать оба отсека. У данной машины есть функция сушки до 7 кг вещей. Установлен двигатель с использованием технологии BLDC, что обеспечивает низкий уровень шума. Для удобства настройки и регулировки машина имеет сенсорный OLED-дисплей. Также умная машинка может быть подключена к приложению Mi Home на вашем смартфоне. Габариты устройства. Длина 61 см, ширина 60 см, высота 140 см, вес 120 кг. Стиральная машина достаточно тяжелая, поэтому для удобства перемещения по бокам устройства расположены специальные прорези. Всего их 4. Здесь есть блок для хранения средств для стирки, порошка, кондиционера и жидкого средства. Можно пополнять раз в пару месяцев. Так как интеллектуальная система автоматически оценивает количество одежды перед запуском цикла и контролирует объем воды и расходных материалов, соответственно, количеству белья. В нижней части расположен сливной фильтр. Служит он для задержания крупного мусора, поэтому периодически его нужно извлекать и очищать. Для стерилизации используется встроенный ультрафиолет и обработка ионами серебра, не повреждая структуру белья, уничтожая до 99% патогенных микроорганизмов. Есть режим высокотемпературной стирки до 95 градусов Цельсия и есть режим самоочистки барабана. Оба барабана оснащены двойным электродвигателем постоянного тока BLDC прямого привода. В комплекте с этим устройством идет инструкция на китайском языке, но в принципе достаточно понятная, то есть если что, всегда можно воспользоваться переводчиком. Дальше идет вот такая вот памятка о использовании, тоже на китайском языке, но если перевести, можно найти для себя много чего полезного. Следующее это вот такие пластиковые заглушки, ну и конечно же трубы для подключения к системе водоснабжения и слива в систему водоснабжения вашего дома. Слева располагаются режимы сушки, дальше идет температура, при которой стирать, потом время, дальше идет выбор стиральной машины, то есть выбираем мы нижнюю или верхнюю, в зависимости от этого меняется верхний ряд иконок. Нижний ряд одинаков это программа стирки, то есть стирка с хлопком, стирка еще с чем-то, можно на это нажать, это все сенсорное, все выбирается и показывается время, за сколько это будет стирать. То есть, например, стирать куртки, да, час 16. Дальше можно выбрать стиральную машину, которая, например, сверху, здесь становится больше режимов для стирки, можно выбрать стиральную машину, которая снизу, здесь больше режимов для сушки. К слову, сушит она 7 килограмм белья, верхняя машина возможности сушки не имеет, стирает она 5 килограммов белья, нижняя стирает 10 килограммов белья. Чтобы запустить какую-либо программу, нужно нажать на вот эту сенсорную кнопку Start-Stop. Также управлять можно при помощи приложения Mi Home. Если у вас дома есть Wi-Fi, и стиральная машина, и телефон подключены к этому Wi-Fi. В русскоязычном приложении Mi Home это устройство, в принципе, очень просто найти. Набор функций соответствует тому, что показано на экране. Только здесь они на английском языке. Top Button – это, соответственно, верхняя стиральная машина. Top Button Drum – это нижняя стиральная машина. Что еще прикольного есть в этом приложении? Запуская какой-нибудь режим удаленности телефона, вы можете в дальнейшем отследить, на каком этапе он находится, нажав вот сюда. Как по мне, это очень удобно. Рассмотрим поближе дисплей управления данным устройством. Тут можно выбрать режим стирки и установить различные настройки. Такие, как температура воды, сколько раз отжимать и так далее. В оригинале, как вы видели, все на китайском языке. В целом, очень понятно. После нескольких стирок вы уже автоматически будете выбирать необходимый вам режим. К тому же, в приложении все режимы на английском языке. Двубарабанная конструкция поможет сохранить место у вас дома, при этом получить полный функционал. Это намного проще и дешевле, чем устанавливать в вашей ванной комнате стиральную и сушильную машины. Я думаю, будет категория людей, которые скажут, зачем мне брать такое устройство, ведь я могу взять дешевле. Во-первых, дешевая, будь то стиральная или сушильная машина, прослужит вам гораздо меньше, потому что там нет современных технологий, увеличивающих срок службы. Во-вторых, она будет шуметь и создавать больше вибраций, ведь интеллектуальных технологий, которые сокращают уровень шума и вибраций, скорее всего, тоже нет. В-третьих, найти дешевле одно устройство, совмещающее в себе возможность стирки, сушки, у вас, скорее всего, не получится. А это значит, что они будут занимать в два раза больше места в вашей квартире. Поэтому экономия сейчас, в будущем, скорее всего, будет экономически неправильным решением. Теперь давайте посмотрим, чем эта машинка отличается от своих рыночных конкурентов. Сравнивать будем с двубарабанными стиральными машинами от Hair и Esperanza. Первое, на что стоит обратить внимание, это габариты. Если вы хотите встроить такое устройство, это будет особенно важно. Следующий пункт – это объемы стирки. Esperanza и Xiaomi тут идут наравне, а вот у стиральной машины Hair всего лишь 8 килограмм. По сушке точно такая же история. Esperanza и Xiaomi впереди, причем с солидным отрывом. Приложение есть только у стиральной машины Xiaomi. Это большой плюс. Вы можете отслеживать выполнение стирки и сушки, а также дистанционно запускать и выключать эти режимы. Самая большая мощность у стиральной машины Hair. У Xiaomi и Esperanza они примерно равны. А вот классы энергопотребления у Esperanza и Xiaomi в разы выше. Это значит, что они будут потреблять меньше электроэнергии и больше экономить в ваших денег. Интеллектуальных программ больше всего у Hair и Xiaomi, а вот Esperanza тут не у дел. По весу выигрывает Xiaomi, дальше с примерно таким же весом Hair и Esperanza чуть тяжелее. По итогу, есть похожие на Xiaomi стиральные машины, но в чем-то они ей уступают. Выбирать, конечно же, вам, но как по мне из всех двубарабанных вариантов этот самый адекватный. Сравнивать однобарабанные и двубарабанные устройства бессмысленно, так как каждый тип имеет много преимуществ и недостатков, исключительно исходя из своей конструкции. Так, например, однобарабанная машина займет меньше места и будет стоить дешевле, а двубарабанная будет иметь больший объем стирки и сушки. Если сравнивать с двумя однобарабанными устройствами, поставленными друг на друга, тут тоже выигрывает двубарабанное решение, потому что меньше вибраций и тонкостей установки. Также на заказ мы можем привезти любую технику из Китая, бытовую технику особенно рекомендую заказывать, потому что на выходе она получается дешевле рыночных аналогов, а по характеристикам лучше. Также, если вы выбираете стиральную машину и не знаете, что же в итоге взять, у нас уже был обзор, в котором мы подробно рассказали и показали несколько стиральных машинок и одну сушильную машину из Китая. Подсказка будет в правом верхнем углу. В итоге хочу сказать, что эти устройства будут отличным решением для большой семьи. Они помогут сэкономить время на стирке и сушке и сделают эти процессы более приятными. Спасибо за просмотр! Также подписывайтесь на наш канал и социальные сети, там много всего интересного. До скорого! Пока-пока!